Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Центр внешкольной работы «Поиск» останется в здании на Осипенко-32А. Такое решение сегодня приняли городские власти. Готовы к любому развитию событий. Региональные власти обсудили новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Космические матрешки присоединятся кусать без Деда Мороза и большой елки, как украсят главную площадь города. Дает вторую жизнь спиленным деревьям. Самарский скульптор Сергей Ключников открыл персональную выставку. Покорили Дальний Восток. Самарские крылья Советов вернулись из Хабаровска с победой над местным СКА. Городские власти готовятся к продолжительному снегопаду. По прогнозам синоптиков, в первой половине недели ожидаются обильные осадки. На оперативном совещании глава Самары Елена Лапушкина поручила городским службам и управляющим компаниям мобилизовать силы, чтобы обезопасить водителей и пешеходов и не допустить образование гололеда на дорогах и тротуарах. Специалисты уже приступили к уборке улиц. В ночь с 23 на 24 ноября задействуют 162 единицы техники и 135 рабочих. Управляющим компаниям поставили задачу выйти на уборку дворов не позднее 6 утра. Планируем задействовать технику, которая есть в городе. Все управляющие компании, все муниципальные предприятия выводят всех своих дворников. Не позднее 6 часов утра наши предприятия будут контролировать выход дворников и, соответственно, внутригородский район тоже будет контролировать зону своей ответственности. Центр поиска остается на Осипенко 32А. Такое решение приняли городские власти после проведения встреч и переговоров с родителями воспитанников центра. Все подробности расскажет Мария Левина. Центр поиска – это внешкольная работа с детьми. Всего он имеет 15 филиалов по Самаре. Самый большой располагается по адресу Осипенко 32А в здании бывшего детского сада. В 90-е, когда рождаемость была ниже, детсад расформировали. Сейчас же детей стало больше и появилась инициатива возродить в здании дошкольные учреждения на 200 мест. Коллективы при этом должны были разместиться на базе других образовательных учреждений. Городские власти провели многочисленные встречи и переговоры с родителями воспитанников центра поиск, в том числе и в режиме видеоконференций. Это уникальное заведение, в котором работают многие дети. Оно очень удобно для всех. И это самое лучшее вообще в Октябрьском районе центр работы с детьми. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что мнения людей в этом вопросе играют ключевую роль. Понятно, что каждый из нас переживает за ребенка. И мне понятно те волнения, которые вызвала вот такая информация. Рассчитываю, что городские власти примут разумные решения с учетом мнения и родителей, и детей. Городские власти прислушались к мнению большинства родителей и оперативно отреагировали. Глава Самары Елена Лапушкина решила оставить центр поиск на Осипенко 32А. Хочу поблагодарить всех родителей, которые в конструктивном диалоге с нами принимали совместное решение. Хочу сказать, что встретились практически со всеми родителями, которые вводят туда детей. По итогам наших встреч, наших собеседований, наших консультаций пришли к выводу, что центр поиск будет работать, как он и работал, как центр внешкольной работы. Глава города призвала родителей и к дальнейшему содействию, и к конструктивному диалогу, благодаря которому находятся выходы даже из самых сложных ситуаций. Воспитанники поиска остаются в родных стенах и готовы дальше приносить родному краю победы на областных, федеральных и международных соревнованиях. Мария Левина, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 234 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 20 тысяч 638. Тем временем дистанционное обучение школьников и самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили на две недели. Такое решение приняли на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона Дмитрия Азарова, ситуация в Самарской области остается достаточно сложной, как и в других регионах. Но областные власти готовы к любому развитию событий. Подробнее в нашем следующем сюжете. Свыше пяти с половиной тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией сейчас находятся на лечении в стационарах. Еще более 15 тысяч на амбулаторном лечении. Свободный коечный фонд составляет 19%. В резерве первой очереди запланировано разворачивание еще 180 коек. В резерве второй очереди около 270 коек. Все они подготовлены и в случае снижения свободного коечного фонда до 11-12% будет принято решение о введении дополнительных мест. Следующим этапом, согласно вашему поручению, нами начата подготовка еще 1230 коек. Во всех стационарах области сейчас проводится технологическая подготовка. Это будет третий уровень, третий этап резерва на случай повышения роста заболеваемости и, соответственно, нуждаемости в госпитализации. План разворачивания есть, готов, уже реализуется. Самоизоляция людей старше 65 лет принесла результаты. В этой возрастной группе произошло снижение заболеваемости почти на 13%. Поэтому штаб принял решение продлить действие этой меры. Специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости среди школьников ОРВИ, гриппом, вне больничной пневмонии и коронавирусом. За счет заражения в семьях, чтобы исключить заражение в школьных коллективах, предложено продлить дистанционное обучение. Для учеников с 6 по 11 класса оно продляется до 6 декабря. При этом сохраняются очные консультации для учащихся 9 и 11 классов. Школьники с 1 по 5 класса продолжают учиться очно. Глава региона напомнил, несмотря на это, нужно продолжать ежедневно мониторить ситуацию в образовательных учреждениях, если требуется принимать отдельные решения в рамках одного класса и школы. Этот подход касается и вузов, и учреждений среднего образования. Прогнозы, которые сегодня есть на федеральном уровне распространения инфекции, говорят, что ситуация может ухудшаться. Поручаю вам вот в этот период, до 6 декабря, отработать все модели проведения обучения в дистанционном режиме. Еще раз проверить силы и средства. Еще раз посмотреть образовательные программы. Самым тщательным образом подготовиться к худшему варианту развития событий. Кроме того, глава региона поручил членам штаба дополнительно проработать вопросы введения ограничительных мер, связанных с количеством пребывания граждан в торговых центрах, фудкортах и общепите. Исходя из норматива, введенного во время ограничительных мер весной, в торговых центрах должно быть 4 квадратных метра на одного человека. Введение этой меры связано с приближением предновогодних дней, когда вырастает покупательный спрос и скопление людей несет дополнительные риски распространения инфекции. Виктория Шарая. События. Более 70 протоколов об административных правонарушениях составили на самарских пассажиров, которые не соблюдали масочный режим в общественном транспорте. Контрольные рейды в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводят регулярно. Представители городской власти, перевозчиков, полиции, дружинники оценивают, как реализуются меры безопасности. Сергей Кизоркин продолжит тему. Проездной билет и маска – обязательные атрибуты, чтобы спокойно добраться в самарском общественном транспорте из одной точки города в другую. Большинство пассажиров к мерам санитарной безопасности относятся с пониманием. Не критично, абсолютно не критично. Ничего сложного в этом нет. Если необходимо, можно надеть. Мне все равно. Я себя способна обезопасить, но по поводу других мне не принципиально. Если кто-то не хочет носить его право, я бы не хотела подвергать себя из-за безалаберности других, свое здоровье, каким-нибудь проблемам в дальнейшем. Самосознание должно быть у человека. Повышают самосознание и ответственность пассажиров в общественном транспорте регулярные рейды городских властей совместно с перевозчиками, сотрудниками полиции и дружинниками. С нарушителями масочного режима проводят не только профилактические беседы. Тех, кто категорически отказывается надеть средства защиты органов дыхания или забыли маску дома, высаживают. Кроме того, с 1 октября полицейские выписывают протокол об административном правонарушении. Материалы оформляют по часть 1 статьи 26.1 КОАП за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Наказание варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. Первые дела уже рассматривают в суде. На 23 ноября составлено более 80 протоколов. Работу по соблюдению контроля за исполнением требований о масочном режиме никто не отменял. Само это требование является действующим. Мы ежедневно и в пиковое время, и в межпиковое время на всех видах транспорта, в автобусах, в трамваях, в троллейбусах, в маршрутных такси проводим совместные рейды. В совокупности все эти меры, наверное, дают эффект, потому что если бы их не было, цифры по заболеваемости, наверное, могли быть совсем другими. По инструкции общественный транспорт не трогается с места, пока все пассажиры не будут в масках. Если человек отказывается выполнять правила, его просят покинуть салон. Мы просим всех пассажиров, прежде чем заходить в салон, надевать защитные средства. Потому что если они зайдут без маски, кондуктор не выдаст билет, а автобус не тронется с остановки. С начала осени в наземном общественном транспорте не смогли проехать почти 800 антимасочников. А самарским метрополитеном по собственной вине не воспользовались около 8 тысяч человек. Несмотря на все ограничения, городской общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме. Сейчас в условиях пандемии мы стараемся выпуск подвижного состава не сокращать. Выпускать на линию порядка 180 трамвайных поездов и 100 троллейбусов. То есть цифры максимально приближенные к плановой цифре. Чтобы соблюдалось социальное дистанцирование в салоне транспортного средства. Для того, чтобы пассажиры находились на максимально удаленном расстоянии друг от друга. Но в целом людям было комфортно добираться. Два катка, большая елка. Космические матрешки и усадьба Деда Мороза. Как будет украшена площадь Куйбышева к Новому году, обсудили на совещании в мэрии. Главе города Елене Лапушкиной представили проект праздничного оформления одной из главных площадок. Какие новинки ждут самарцев, узнала и Лариса Шалафаст. Новогоднему настроению быть Самара продолжает подготовку к предстоящим праздникам. По традиции, главным местом притяжения отдыхающих станет площадь Куйбышева. Здесь планируется залить два катка, установить большую елку. Также начнет работу усадьба Деда Мороза. Но в этом году в новом формате. Усадьба Самарского Деда Мороза не будет работать в том режиме, который мы видели в предыдущие три года. Они рассредоточены на пять отдельных локаций. Отдельно стоит изба Деда Мороза. Локация «Волшебный дуб». Избушка бабы Егей со ступой. Тоже достаточно большое количество. Там будет зон фотографирования. Ледяное царство – это трон, световая арка, элементы ледовых скульптур. Из новинок на площади появятся космические матрешки и арт-объекты – шлемы, луноход и спутник. Также в праздничное убранство оденут все районы города. Для организации проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителям районных администраций праздничные акции проводить только с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все, что касается массовых мероприятий, еще раз подчеркиваю, только после согласования с Роспотребнадзором крайне внимательно к этому относитесь. Не забываем про дистанцирование, не забываем про маски и так далее. Но, тем не менее, стараемся все-таки у людей создать праздничное настроение. И так год достаточно тяжелый был. Поэтому максимально украшаем, максимально проводим мероприятия, которые нам будут позволены. Особое внимание на совещание уделили работе елочных базаров. В этом году в Самаре появится 134 точки по продаже новогодних деревьев. Это на 48 больше, чем годом ранее. Работать они будут с 14 по 31 декабря. В этом году организация торговли хвойными деревьями будет оформлена в новой визуальной концепции. В этом году наличие ограждений является обязательным требованием при заключении договора на ярборочную торговлю. Глава города поручила профильному департаменту тщательно мониторить торговлю елками во всех районах. За незаконную продажу деревьев предусмотрены штрафы. 31 декабря все непроданные елки должны быть своевременно убраны. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Россияне массово захотели заниматься бизнесом. Ипотечным заемщикам в России могут упростить получение налогового вычета. На ноябрьских распродажах в России граждане потратили на 20% меньше, чем годом ранее. Обо всем подробнее расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарея. По данным Центробанка России, на сегодня, 23 ноября, курс доллара составил 76 рублей 1 копейку. Евро – 90 рублей 26 копеек. Мировые цены на нефть растут. Фьючерсы на нефть марки «Бренд» с поставкой в январе увеличились на 0,47%, до 45 долларов 17 центов за баррель. Россияне в 2020 году массово захотели заниматься бизнесом, несмотря на пандемию коронавируса и введенные для борьбы с ним ограничения. Об этом свидетельствуют данные опроса Минэкономразвития и аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. 29% опрошенных заявили, что готовы попробовать себя в предпринимательстве. При этом только 7% респондентов собираются сделать это в течение ближайших трех лет. Доля россиян, положительно относящихся к предпринимательству, выросла и составила 80% по сравнению с 77% годом ранее. Авторы опроса называют в числе главных причин такой тенденции меры поддержки со стороны государства, которые коснулись в том числе и малого бизнеса. В частности, предприятия имели возможность получить кредиты на поддержку занятости по 0 или 2% годовых с опцией списания долга при сохранении штата сотрудников на определенном оговоренном уровне. Упростить получение налогового вычета могут ипотечным заемщикам в России. Соответствующий законопроект уже разрабатывает ФНС и Минфин. В документе говорится, что при покупке жилья в ипотеку россияне смогут подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. По действующему законодательству граждане заполняют налоговую декларацию и предоставляют документы, которые подтверждают доход, право собственности на недвижимость, а также кредитный договор и копии платежных документов. Вся необходимая информация о заемщиках имеется в распоряжении налоговиков, и они могут своими силами подсчитать размеры вычета. После принятия соответствующего законопроекта срок получения средств сильно сократится. В России прошли первые ноябрьские распродажи. Аналитики провели исследования и сравнили продажи с аналогичным периодом в 2019 году. Как выяснилось, в этот раз покупатели не особо хотели тратиться. Средний чек в магазинах одежды и обуви составил 4050 рублей. Это на 20% ниже, чем в 2019. На алкоголь в среднем тратили 450 рублей, что означает снижение продаж на 59%. Кроме того, снижение продаж наблюдалось и в магазинах косметики на 4% по сравнению с прошлым годом. Средний чек там составил 785 рублей. В продуктовых сетях цены на товары выросли на 20%, но это никак не повлияло на повышение среднего чека. Он вышел на 735 рублей. По данным аналитиков, снижение в продуктовом ритейле составило 13%. Однако в аптеках средний чек вырос на 13% и составил 710 рублей. Но все равно наблюдается падение продаж на 3%. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Вдохнуть новые жизни в спиленное дерево легко. В Самаре открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Сергея Ключникова. Его работы украшают не только самарские парки, но разошлись по всей стране. С экспозицией познакомились и наши корреспонденты. 200 тысяч рублей и именно с куста. Столько денег выложили коллекционеры за одну из работ мастера декоративно-прикладного искусства Сергея Ключникова. Про таких, как он, говорят, художник-самоучка. Всю жизнь проработал инженером на заводе. Вспоминает, что в командировках и летними вечерами за Волгой у костра любил взять в руки ветку, нож и творить. С этого все и началось больше 10 лет назад. Тогда и подумать не мог, что зайдет так далеко. Сегодня Сергей Ключников, член Самарского отделения Союза художников России, встречает гостей на своей персональной выставке. Вот этот конкретный пенек я нашел. Я три года ходил во дворевой дочке, валялся пенек пленок, гнилой совершенно. Я три года ходил вокруг него. Потом я его взял, и у нас в 2014 году Донбасс случился. И вот месяц, это очень тяжелая эмоциональная работа. Я постепенно, потихоньку, потихоньку. Это вот как там много что-то. То есть здесь, понимаете, надо войти в контакт с деревом, чтобы понять его и вложить то, что ты хочешь. Сергей не меняет дерева. Он, что называется, зрит в корень, видит в обычной ветке или пне природные особенности и их подчеркивает. Больше всего нравится работать с вязом, хотя и другими деревьями мастер не брезгует. Самарцы сами приводят в мастерскую спиленные деревья, чтобы художник вдохнул в них новую жизнь. Его работы украшаются морские парки. Многие разлетелись по всей стране. Он постоянно сталкивается с тем, что посетители парков останавливаются, задают ему вопросы. То есть для него процесс осознания зрителям и участия зрителя в его творчестве, он важен. А тогда, когда мы, например, как сейчас, взяли какой-то определенный аспект его творчества, собрали вместе и показали, это в том числе и ему позволяет и на себя посмотреть новыми глазами, по-новому. И нам позволяет показать человека в его творческой ипостаси. И точно, что для меня, например, важна не абстракция, а именно передача, насколько можно передать в таком мертвом материале, как дерево, то, что автор нам показывает. Среди материалов есть столетние. Например, вот этот дуб пролежал на дне моря около полувека. Мастер долго думал, что же из него получится, а потом видение пришло само. Он практически не менял форму дерева, лишь немного ее скорректировал, и уникальная скульптура готова. Таких в коллекции мастера накопилось немало. В каждую вложил частичку себя. Часть работ можно увидеть до 13 декабря в КРЦ «Художественный». Мария Левина, Николай Епифанов. События. Спектакль «В сапоге у бабки» играл Фокстрот. Театр-студии «Грань» по пьесе финского драматурга Сирку Пелтала вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска-2021». Премьера спектакля состоялась в декабре прошлого года. Оперу Самарского театра оперы и балета «Любовь к трем апельсинам» также включили в лонг-лист «Золотой маски» за исполнение роли Труфальдина Анатолием Невдохом в номинации «Музыкальный театр». Кроме того, в список попал спектакль «Семью-8» Самарского академического театра драмы имени Горького. Балет «Бахчисарайский фонтан» включили в перечень номинантов сразу в пяти номинациях. Крылья советов продолжают восхождение на вершину турнирной таблицы первенства России. На выезде подопечные Игоря Осенькина одолели Хабаровский СКА со счетом 0-1. Единственный гол ворота крепкого соперника забил любимец самарских болельщиков Егор Галенков. Все подробности в репортаже Анатолия Головко. В 23-м туре первенства футбольной национальной лиги «Самарские крылья советов» отправились на выезд в Хабаровск. Подопечным Игоря Осенькина предстояло провести серьезный поединок с местным СКА. Несмотря на долгий перелет и разницу в часовых поясах, волжане быстро взяли игру в свои руки. Любимец самарских болельщиков Егор Галенков забил гол на 12-й минуте. Таранный форвард головой замкнул пас лучшего диспетчера лиги Дмитрия Кабутова. Для нападающего этот мяч стал восьмым в сезоне, а Кабутов оформил десятую голевую передачу. На 25-й минуте Игорь Осенькин провел вынужденную замену. Основной голкипер Крыльев Евгений Фролов получил повреждение. Вместо него на поле вышел Богдан Овсяников, который сохранил ворота в неприкосновенности. Волжане провели уже 13 сухих поединков в сезоне. Быстро забитый мяч сослужил на такую службу, где мы чуть больше, чем надо контролировали счет, а не матч. То есть контроль игры мы должны иногда обороняться и чуть больше, имея мяч в ногах. Наставник СКА Сергей Юран раскритиковал работу бригады арбитров, которая обслуживала игру. Он назвал судейство безобразным. Я думаю, что вот это судейство СКА Хабаровского крыльевсовета господина Амелина, я думаю, нужно будет разобрать. Так как все-таки должно какое-то быть минимальное справедливое решение. После этого матча самарцы занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 49 очков. Следующий поединок крылья советов проведут дома. Они померятся силами с Чайкой из села Песчанокопская 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Анатолий Головко, События. Обязанности игуменьи Иверского женского монастыря будет по-прежнему исполнять благочинное Нафанайло. Напомню, накануне на 81-м году жизни скончалась настоятельница монастыря Схи-Игуменья Иоанна. За более чем 20 лет ее усердных трудов монастырь преобразился. Отреставрировали и расписали Иверский храм. Построили новые здания, храм-часовню в честь святых царственных страстотерпцев, 57-метровую колокольню, корпус для сестер, игуменский корпус, гостиницу. Благоустроили и озеленили монастырскую территорию. На подворье монастыря построили двухъярусный храм с двумя престолами в честь Святого Духа и Киева Печерских святых. Редакция телеканала «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким настоятельницы. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова